В Северной столице в рамках Дней Новгородской области на территории Петропавловской крепости для петербуржцев было развернуто представление в стиле богатых новгородских традиций. С подробностями наш корреспондент Анна Коваль. По случаю Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости у стен Кронверской куртины развернулся настоящий средневековый город. В восьмой раз жители и гости Северной столицы знакомятся с культурой и традициями Древней земли. У нас в деревне Горицы есть музей сказки. Он собой представляет комнату христианского быта, где собраны старинные вещи. И вот этот стан, которому более ста лет, он тоже находится в этом музее. И все посетители музея охотно участвуют в мастер-классах и смотрят, как наши мастерицы ткут половики, салфетки. И вот этот костюм тоже сутка на этом станет. В этом году в двухдневную программу включены выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, выступления лучших творческих коллективов области, презентации туристических проектов региона. Туристы первым делом, приезжая в Любытинский район, посещают храм. Он стоит у нас на таком месте, когда всем видно и вообще на гербе Любытинского района именно этот храм. Очень интересно будет посещение церкви Святой Троицы Живоначальной. Там есть мощи святого Некандра Городноизерского. Говорят, они несут людям здоровье. Поэтому многие паломники приезжают туда прикоснуться к мощам. Наверное, самой главной достопримечательностью нашего города является храм наш, который мы все очень-очень любим, который называется храм Иконы Казанской Божьей Матери. Он является, наверное, главным украшением всех наших сувениров чудовских, которые мы с удовольствием дарим, с удовольствием представляем здесь, на этой ярмарке. На презентационной площадке желающие ознакомились с экспозициями муниципальных районов области и Великого Новгорода, а также дегустировали и могли приобрести понравившуюся продукцию. Для детей и взрослых у строителей заготовились старинные настольные игры, правила которых были восстановлены по архивным документам. В концертной программе приняли участие известные новгородские ансамбли и петербургские коллективы, руководители которых начинали свой творческий путь на новгородской земле. Это мероприятие – прекрасное времяпрепровождение для всей семьи, где каждый мог найти себе занятие по душе, ознакомиться с новгородской культурой и достопримечательностями, вкусить пищу материальную, послушать музыку и насладиться лучами солнца, отражающимися в шпиле Петропавловской крепости.